Мне немножко не нравится слово «национальная», потому что «национальная» подразумевает корень «национальность». Надо понимать, что у нас Россия многонациональная страна и многоконфессиональная. Вот это нельзя забывать и не устанавливать какие-то монополии ни на национальность, ни на религию. Мне в этом отношении больше нравится опора на гражданское общество. Что такое гражданское общество? Если попросту говоря, мы с моим товарищем собираемся сделать какое-то полезное дело, даже просто попить пиво, без буйства, спокойно и хорошо отдохнуть. Мы с ним являемся ячейкой гражданского общества, которая поставила перед собой некую цель. Поэтому, когда такие ячейки гражданского общества будут не просто у кого-то что-то требовать, как сейчас это поправить, достучаться до президента, что-то потребовать, попросить, тогда это может до тебя снизойти. Все, что ниже, это уже не работает. А в принципе выгоднее всего и эффективнее всего добиваться самому и самому делать. Мне когда-то один умный очень человек, который отработал верховной власти не один десяток лет, на мой такой вот вопрос, я пришел к нему за консультацией, а что вот делать? Я добился двух поручений президента по вопросам садоводов. Двух. И ничего не сдвигается, ничего не сдвигается. То есть все чиновники снизу до верха просто плевать хотели на поручение президента. Но это ладно, но на поручение президента он сказал, не жди ни от кого никогда. Мы живем вот в таком зачаточном гражданском обществе, когда никто ничего не будет делать, надо делать самому. Вот я и начал делать самому, сам больше ни на кого не опираться, не опираться ни на кого. Тек, на кого можно опереться и заниматься этим делом, продвижением реформы садоводов. Так же и в других-других областях. Ну на какую национальную идею можно опереться? Не дай бог на патриотизм. Если на патриотизм будем опираться, тогда у нас все будут в вышитых рубашках ходить, под какими-либо флагами. А работать-то кто будет? Гимны петь, а работать некому. Поэтому давайте все-таки каждый будет что-то делать, каждый будет работать. Ну давайте почитаем старые хорошие книжки того же Аркадия Гайдара, помните, Тимура и его команда. Вот это такое было, может, такое немножко упрощенное гражданское общество. Когда собирались пацаны и что-то делали, и Мишка Квакин всем вредил. Ну я надеюсь, из Мишки Квакина вырос достойный гражданин нашего общества, несмотря на то, что он вредил гражданскому обществу. Так и здесь. Так что я мечтаю, что будет рано или поздно, как в тихой далекой Швейцарии, когда все решает. Не президент, не вице-президент, не даже глава какого-то местного поселения, а именно само местное поселение. Оно собирается и голосует. Можно здесь вот поставить домик, к нам приехал очень добрый новый русский и хочет в нашем маленьком горном селе построить маленький-маленький замок. Они голосуют. Кто против? Мы все против. До одного единогласно не будет в нашем поселке маленьком и тихом нового русского. И новый русский со своими миллионами и со своими понтами тихо-тихо уезжает куда-то далеко-далеко. А вот эта горная деревушка, она остается такой же прекрасной, привлекательной для местных жителей и туристов. То есть решать должна община, а не президент, премьер-министр, как вот сейчас у нас вертикаль. Так что вот это и будем добиваться.